Я тут часто не говорю о этой теме за границами нашей церкви. И только что сказал Свете, что будем вместе ее делать. И сразу наш Бурак получил испытание прямо здесь. Да, я не знала, что я буду здесь сидеть. Да, она узнала только об этом две минуты назад. И это поэтому... Слава Богу! Мир Божий вам! Всех вас рад видеть. И я очень рад тем, что у вас есть это служение. И эта конференция. И этот уикенд с целью, чтобы помочь нашим взаимоотношениям. И в нашей церкви тоже мы в этом году начали большую ставку ставить на семьи. И на молодые пары. И была тоже такая конференция, такой уикенд. И начинается сейчас вот через три недели ячейка специальная на шесть недель. Которая будет идти для молодых пар и для старших пар. И сейчас просто Господь послал в нашу церковь. Есть older couple, американский couple. Где-то пару месяцев назад они пришли. Бог коснулся их жизни в нашей церкви. Они баптисты. Они начали познавать Святого Духа. Они уже женаты 45 или 43 года. Ну, короче, они женаты дольше, чем я жил на этой земле. И они пришли и у них, они всегда всю свою жизнь работали в marriage ministry. Они всегда в служении что-то делали в этом служении. И они сразу пришли и говорят, мы хотим, у вас есть много молодых пар. Мы хотим просто служить консультацией и помощью. Открывать просто ячейки для этого. Поэтому мы сильно-сильно рады в этом. И Богу благодарны за то, что я знаю, что чтобы хорошие пары были, об этом надо, чтобы это было служение. Чтобы это было в нашем сердце. И чтобы это было в нашем служении. Аминь. Давайте мы сейчас просто помолимся сначала. И потом мы пойдем дальше. Слоним наши головы. Попросим Духа Святого, Его присутствия на этом месте. Драгоценный Иисус, драгоценный Господь. Мы благодарны Тебе за эту возможность быть здесь. Мы благодарны Тебе, что мы живы. Мы благодарны Тебе, что Ты нас спас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты нам Духа Святого дал. Мы благодарны Тебе, что Ты дал нам Твое Слово. Ты дал нам церковь. Ты дал нам пастырей. Ты дал нам лидеров, людей, наставников нашей жизни. Мы благодарны Господь, что Ты послал Господь супругу в нашу жизнь. Господь, слава Тебе за Твою милость, за благодать Твою. Мы просим Твое присутствия, Святой Дух, прямо сейчас здесь. Помоги нам. Помоги мне с русским языком. Помоги каждому из нас и с нашим браком, Господь. Мы просто призываем Твою милость, и мы глубоко смиряемся перед Тобой и открываем наше сердце, что мы нуждаемся в Тебе, Господь. Во имя Иисуса мы все это просим. И все сказали Аминь, Аминь. Мы перед тем, как мы коснемся пару вещей о браке, я хочу подлиться, как мы встретились. Хочу, чтобы Света чуть-чуть об этом сказала. И потом мы коснемся пару принципов из книги «Бытие» и помолимся. Ну, мы вообще-то встретились через Фейсбук. Да, и... В английском, you can use a mouse to find a spouse. Да, я получила спасение в Церкви Истины здесь, в Ванкувере. И он был хорошим другом с пастором Славиком. И он туда приезжал всегда проповедовать. И я его, когда первый раз увидела, я очень была такая, вау, никогда не слышала такого проповедника еще. А мы как раз только переехали в Америку. Я была такая в шоке таком. И я долго боялась добавить его в друзья на Фейсбук. И через месяц решилась. Думаю, ну ладно, добавлю. Нажала. Нет, я добавила его в друзья себе. Это как Руф к Боуэ этому пошла. Что-то в этом роде. И все, я больше ничего не делала. Ну вот, и потом он начал со мной разговаривать через Фейсбук. Очень было, очень странно для меня. И все оттуда, в принципе, началось. И потом глаз в глаз мы уже увиделись в Церкви, когда он приехал проповедовать к нам в гости. И вот так мы познакомились. Мы встречались 4 месяца. И потом он сделал предложение мне. И где-то через 3-4 месяца тоже мы уже поженились. Так что вот так вот. Согласен. В Библии, в бытие написано, что когда Бог создал Адама, и потом он создал Еву, что Бог сказал, что оставить человек, своего отца и мать, и прилепиться к своей жене, и они станут одноплотью. И здесь есть 3 принципа, которые для всех браков, для существования нашей земли, оно просто принадлежит, эти 3 принципа принадлежат нам всем. Почему это для нас, не для Адама? Потому что у Адама не было отца и мать. Поэтому Бог это не говорил Адаму. Он говорил это через Адама, для его детей. Потому что у Адама не было никого оставлять. У него не было мамы, папы. Бог его был творцом. Но перед тем, как я хочу коснуться сейчас этого принципа оставить, прилепиться и стать, Адам у него был сингл. По-английски это сингл, по-русски это как полноценный. Он был как один. Он не был разбитый. Он не был внутри расшатанный. У него не было внутренних каких-то проблем и так далее. И поэтому это оставалось, это было как фаундейшн, основание для его супружеской жизни. Работая с молодыми парами, уже мы женаты уже 8 лет, я увидел в том, что самая большая проблема в браке это люди, которые женаты. Это не брак. В браке проблем вообще никакой нет. Проблема это в людях. Люди, они очень часто рождаются с отверженностью. Люди, они приходят и с разными провалами в жизни. Они приходят и с демонами. Они приходят с проклятием. Они приходят с мышлением. Они приходят с отверженностью. Они приходят там где-то раньше какое-то другое было взаимоотношение. Они все это тащат в это взаимоотношение. Они красиво одеты на день свадьбы. Все классно первых пару месяцев, но потом все это назад всплывает. И я лично верю, что без освобождения, исцеления души, обновления ума и плода Святого Духа брак, он не может существовать. Люди могут жить вместе, но там любви, взаимопонимания и жизни просто не будет. Я знаю, что освобождение и освобождение от зависимости и от демонов и от всяких глупых привычек, сегодня это не популярно об этом говорить, но это все, что разрушает семью, это все, что разрушает нашу жизнь, это все, что разрушает брак. Я когда был еще подростком, я залез в порнографию и сильно я искал Божьей помощи, чтобы Бог меня освободил, потому что я знал, что если я эту зависимость занесу в брак, мне было тогда только 16 лет, я знал, что оно разрушит мою жизнь. И по одной причине, по двум причинам, первое из-за того, что я хотел бы служения, и второе, что я хотел бы женатым, я знал, что я не могу войти в брак и с этой проблемой. Но много людей сегодня имеют эту проблему в браке. Когда мы только женились, хотя Бог дал мне благодать, я победил это с постом и молитвой, и отречением, и к пастору шел за тем, чтобы он молился за мной, за меня. И в духовном, я когда вошел в брак, я чувствовал, что я, ну, вошел как полноценный человек. У меня были проблемы там с нижней самооценкой, и Господь помог, провел меня через это. И я почувствовал, что когда я вошел, я был так более-менее полноценным человеком. Хотя были там еще другие проблемы в характере и так далее, они потом начали выявляться, и до сих пор выявляются, и Господь их ладит. И будут вещи, которые дальше выявлятся, которых я еще не знаю сейчас, когда появляются дети, и все остальное. Но когда мы женились, первый год, первый-второй год нашей местной жизни, у Светы начали проявляться тоже духовные проблемы. И я хочу, чтобы она чуть подлилась, и как оно влияло на наш брак, и почему я это говорю. Почему я говорю, что освобождение или свобода, внутреннее исцеление и обновление ума, это является фундамент вашего счастья. И этот человек должен получить сам лично. Иисус не пришел спасать брак, Он всегда спасал людей. Спасая человека, Он всегда будет влиять на брак. И Дух Святой, Он сегодня не заинтересован первое всего спасти ваш брак или помочь вашему браку. Он хочет помочь нам лично. Потому что брак это просто результат двух людей, которые сломаны внутри, или исцеленные внутри, освобожденные, наполненные внутри. Но мы всем понимаем, что когда это самый идеальный вариант, чтобы два человека входили в брак полноценными эмоционально, физически и вообще с любой стороны. Но мы знаем, что это не случилось для большинства людей. И я была одной из тех людей. Я выросла в пастырской семье. Мои родители, они были пастырами в Москве, в России. Но я, Господа, не знала сама. Я жила уличной жизнью и вообще просто абсолютно как неверующий человек. И когда я приехала уже в Америку, я отдала свою жизнь Господу. Иисус меня очень сильно посетил и коснулся моей жизни. Но я не знала и, к сожалению, не было у меня никого, кто бы мне помог и подсказал, что с тем багажом, который я уже иду, допустим, в брак, мне нужно пройти через эмоциональное, душевное исцеление, через какие-то вещи. Я этого не знала и многие люди тоже не знают. И поэтому в наш... Когда мы поженились, я столкнулась с многими вещами, которые я уже как бы эмоционально перенесла из моего прошлого, которые сильно повлияли на наши взаимоотношения. так же и как у меня было такое проклятие, я могу сказать, по женской линии, это дух одиночества и как бы отвержение. И я это могу сказать, потому что я это видела в моих... По женской линии у нас это шло. И вот когда я поженилась, это все вышло замуж, это все начало как бы проявляться в первый, второй, третий год мы сильно как бы страдали, и это повлияло на наши взаимоотношения, на наш, даже служение было трудно. И были такие моменты, даже когда я уже настолько была уставшая, что я говорила Владу, все, я собираю чемоданы и уезжаю домой. Куда домой? Ну не знаю, куда. Уезжаю и все. Я говорю, я за тобой поеду. Да. Ты меня оставишь, я за тобой буду ехать. И этот багаж такой эмоциональной тяжести, я сама не могла как бы через это, от этого освободиться. А до того, как просто Дух Святой начал со мной работать, я начала понимать, что некоторые вещи, они очень сильно духовные. Я хочу сразу переехать. Если добавить в это, что когда это начало вначале делать, происходить, я как пастор помазанных Божий. Я думаю, ну я все это решу. Ну, Духа изгоним, и все, руку на голову, Аллилуйя, Аминь, выходи, и все. Но он не выходил. И потом приходит уже, и тут всплывают теперь мои проблемы. А какие мои проблемы? Нетерпение. Мне стыдно теперь в церкви. А что мне подумают люди? Я начинаю теперь на ее давить. Я начал на ее, ну, как это такое, ты можешь иметь такие чувства, такие кошмары, ночные атаки, ты должна иметь больше веры. и вместо того, чтобы поливать цветок, я начал вытягивать первый год. И я наломал много дров тем, что я не был снисходительным, не помогал ей, я не воевал с ней, я воевал против нее вначале. Наоборот, будто я чувствовал, будто не понял, я пришел, я все приготовил, и ты тут мне, ну, наш брак беса привела. Такое мышление было. Я, конечно, не говорил такое, но я так думал. И это, и я думаю, ну, давай, ты разбирайся, тут она, ну, на служение, надо молиться. У нас были такие ситуации, на молитвенное служение Света приходила, я, ну, 50-ник, и это, я прорываюсь там, халилуя, келамена, келамена, и это, а Света, как жена Лота, знаете, стоит, не это, знаете, когда там столб настал, так, и вот так, ну, и когда, ну, эмоции, да, вообще, даже слова, даже слова, как баптист, даже слова не открываются, ничего. Я помню, 15 человек на молитве стоит, я говорю, Светик, ты, ну, что-то сделай, покажись, просто, ты же фейк, сделай все, там, молись дома, я говорю, ради семьи, наших лидеров, меня же не унижают. И так, и оно так длилось, так, мы на самом деле почти целый год, и внутри были, дома были скандалы, и я хотел сильно, изменить, и на ее нажимал, чтобы она, давай быстрее там это, ну, да не пускай это все в твою голову, что ты там это, там какие-то кошмары тебе приснилось, кошмары, мне всегда они снятся, на меня они влияют, почему на тебя влияют? И вот такое было, и потом Дух Святой начал меня обличать. Перед тем, как Бог ее освободил от этого, Он меня поправил. Я сначала покаялся в том, что я больше переживал за свой имидж, чем за свою жену. И в этом, ну, Господь это использовал, чтобы ей помочь. И второе, что я начал делать, я перестал ее тянуть, а я дал ее свободу. Если она не хочет молиться на служении, и она прикасается к Богу молча, пусть так к Нему и говорит. Если я встаю на утреннюю молитву в пять, она там в то время вставала в семь, и на утреннюю молитву не шла. Ну, слава Богу, любящим Богу Бог дается. Все. И для меня это было так трудно, я приходил с молитвой, и вижу, жена спит. Как это так? Мы же будем в служении. Шесть утра. Да. А я это, я помню первый год, я Библию сегодня читала, как будто ее, я наставник ее был. И это, и Бог все это начал меня обличать. Говорит, я не могу ей помочь, перестань спрашивать у нее, если она Библию читала. Доверь ей, что она в свое время будет читать. Я говорю, ну, я не вижу, что она читает. И это, я вижу, на том самом месте Библия лежит уже целую неделю. А мне одному, это я как пастырь, я не могу спасти себя дома, своих, я других спасаю. И Бог меня просто начал обличать, что я, мое призвание, как мужа, ее не спасти, не освободить, а любить. И я должен забыть о своей репутации в церкви. Просто моя репутация должна быть тем, я ее люблю. И все. И когда я ей начал это говорить, интересно, и она начала поправляться, и вещи начали меняться, она начала расцветать, она начала Библию читать. Больше. Ну, я начал замечать, что она Библию читала. Вообще-то, когда я, я два раза больше почти читала Библию, когда я была, ну, проходила через все это время, просто он не видел. Не видел, видите, не видел. Ну, вот именно, что она на телефоне не читала. Я хотел, что видеть на телефоне, что она читает. А, Катерина? Ну, с молитвой у меня очень сильно трудно было. Я не могла просто даже, не могла просто, особенно, когда мы приходили в церковь на молитве, но меня как будто что-то находило такое тяжелое. И я даже не могла ни рот открыть, ничего. Это было чисто, ну, демонически, это я точно знала. Но когда я была дома сама, я, иногда были такие моменты, когда я просто, ну, взывала к Богу и плакала в кровати и читала Библию, и я не знала, что мне делать. Я думала, что, ну, вот, теперь я такая вот разрушу его служение и брак и все. И все это давление на меня шло, шло. До тех пор, пока я, пока мы, ну, он начал мне помогать, а не, как бы, против меня идти и начал меня просто любить и принимать такое, как есть, и не контролировать мои шаги, что я делаю, что я не делаю. Как бы, он просто начал меня любить такой, какая есть, неважно, если я там читаю Библию, не читаю. И мы, я начала слушать о проповеди, о Духе Святом. И многие, многие, где-то, может быть, два-три года подряд я слушала проповеди, троих, у меня было три проповедника, которых я слушала и постоянно это слушала. И в эти моменты Дух Святой, Он, как бы, освобождал мою душу и, как бы, я получала исцеление душевное. И потихонечку, шаг за шагом, я начала понимать, что какие-то вещи начали откалываться от меня и даже чувства, эмоции мои поменялись. И, вообще, Дух Святой полностью поменял все. И в какой-то момент, я помню, в один момент, когда я проснулась, это было где-то два с половиной года спустя, и я поняла, что те вещи, с которыми я боролась, они просто уже даже эмоционально, у меня их больше нет. Я как будто проснулась, и на меня такое осознание пришло, вау, я новый человек. Это было настолько замечательно для меня. И в тот же самый день Дух Святой показал мне и дал мне такое в сердце. Это как будто у меня такое желание пришло начинать работу с девчонками в домашних группах. И прямо с того же дня, я помню, я начала reach out to girls, и я начала домашнюю группу, и моя домашняя группа начала расти, и вообще с этого момента у меня все поменялось. И она начала делать, ну, вливаться уже в служение, но при этом процессе Дух Святой сильно обличал недостатки моего характера, которые я себе прощал. Потому что я говорил, ну, если у меня была бы лучше жена, таких проявлений не было у меня. И это, но потом я понял, что эти вещи у меня были, Бог их знал, я их не знал, и Бог ждал, когда у нас была такая ситуация, чтобы все это вылезло наверх, и чтобы я с этим начал теперь разбираться. потому что ее проблемы вскрыли мои проблемы. Но, конечно, за то, что мои проблемы, они как были только реакцией, я не хотел с этим бороться, не хотел с этим начинать работать, но Дух Святой начал помогать мне тоже в этом смиряться и любить. И я увидел перемену. Я тебе скажу, для меня, вот, например, даже вот мы написали книгу Break Free, чуть-чуть мы касаемся здесь о мышлении, о исцелении души, о освобождении от проклятия, от демонических вещей, от зависимости. И всем рекомендую, 20 вещей, 20 книг привез, хочу здесь вам их, чтобы вы их все забрали, чтобы я их не ввезла, назад, домой. И это. И самое большое чудо, которое я, можно сказать, увидел в нашем служении, это было то, что произошло с моей женой. Я верю в служение, исцеление души и освобождение очень сильно, потому что это спасло нашу жизнь. Если вы сегодня в браке с кем-то, который видите, что он борется или она борется с чем-то, и это духовные вещи, или, может, это душевные вещи, вы просто видите, что какая-то отверженность, может, какие-то прошли они абьюз по жизни, или какие-то разные ситуации. Я хочу вам сказать, что Дух Святой в процессе этом вас изменит больше, чем этого человека. Если вы дадите ему эту возможность, Бог не освободит и не поможет вашему партнеру, не изменяя вас. Всегда Он изменит вас. И точкой перемены в вашей жизни это будет первое, что вы перестанете их изменять, а начнете их любить. Вы сами себя с толком изменить не можете. Уже сколько делаете это, не можете. А еще другого хотите изменить. Дух Святой производит плод в нас, а плод – это результат не работы, а surrender. Когда человек сдается, ты не можешь сам это делать. И ты Духа Святого просто говоришь, Дух Святой, я не могу любить сейчас. Вот хочу человека душить, а не любить. Тянуть, контролировать, нажимать. Всегда меня раздражает. Я не могу это. А вот это правильная позиция. Ты должен сдаться в это время и сказать Дух Святой, я устал жить для Тебя, Господь. Я не могу жить для Тебя. Живи через меня. И все. Ты просто сдаешься. И Дух Святой начинает уже через тебя начинать любить этого человека. Начинает тебе напоминать теперь. Потому что очень часто у нас проблем, как у меня были проблемы, то что жена мне поправит в чем-то. Влад, ну ты должен быть найсер, ты должен меня там больше обнимать, ты должен мне больше этого говорить, этого хорошо, хорошо, я записал в мозгах, помню, через месяц забыл. Через три дня. Я хотел себя чуть-чуть лучшим показать, чем я есть. Я помню, когда был такой даже этап, и была такая молитва, я зашел в гараж, дамы Господь, что я забыл сегодня? Я знаю, что это забыл. Что-то, что... Точно уже Свету не обнимал, наверное, насколько уже два дня. Из-за этого уже будут проблемы у нас через... Потому что Света, ее надо всегда обнимать. Ну, у него физикл тач. А я в украинском доме вырос, нас не обнимали. Ну, кормили, и голодным не было. Тебя любили. И все, за остальное... Молчите. Ничего не ропчите. Такое было принятие любви. И поэтому для меня... Ну, я забываю об этом. И я помню, один раз я заходил как раз в гараж, и думаю, что я, что я не сделал, думаю, что надо сделать сегодня. Я говорю, Господь, а устал я помнить все, что мне надо делать. И я слышал такой дух с Светой в сердце, говорит, Влад, говорит, говорит, перестань жить для меня. Говорит, дай мне жить через тебя. И когда ты живешь для меня, тебе надо все помнить, что делать для жены, для своих лидеров и так далее. Говорит, когда я буду жить через тебя, ты, говорит, просто сдавайся. Говорит, я буду помнить и напоминать. Я просто помню. Я так вздохнул, я зашел в комнату, помню, зашел даже в комнату я больше для Бога жить не буду она говорит а что ты будешь делать я говорю, не буду больше, устал я говорю я теперь дам, чтобы он через меня жил я говорю, я больше помнить тоже не буду, что мне надо делать тебе я буду попросить, я попросил Духа Святого, чтобы он мне это напоминал в Библии написано, что это его задача задание напоминать и я увидел даже, поменялись мы взаимоотношения к ней я начал как-то Дух Святого начал помогать больше в этом я не говорю, что я стал идеальным хасбентом нет, но он начал помогать и она начала чувствовать это поэтому фундамент нашего счастья как христиане в наших взаимоотношениях это наша личная полноценность это внутри быть исцеленным быть здоровым и если вы вошли в брак и вы чувствуете себя здоровым внутри вы исцеленный, вы получили освобождение то может другой человек где-то сейчас он борется с чем-то чем-то страдает то Дух Святой он вскрыет в ваши недостатки в характере, в котором вы будете тоже нуждаться в помощи чтобы помочь этому человеку получить от Бога то, что Бог имеет это я вижу как фундамент это одно из самых главных вещей и мы по жизни будем нуждаться всегда в внутреннем исцелении в внутреннем обновлении нашего ума и внутреннем благословении если мы коснемся бытия бытие написано, что и оставит человек отца и мать и второй принцип, который я хочу подчеркнуть это принцип приоритета брака приоритет брака это оставить Иисус перед тем, как Он пришел к церкви, влюбился в нас умер за нас, Он оставил небо мы знаем, что Авраам Он оставил урхалдейский Израиль Он оставил Египет И Иисус Он оставил небо и Библия говорит, чтобы брак Он состоялся Мужчине, человеку, ну и женщине тоже надо оставить отца и мать Это имеется в реальном, в практическом ввиду, что надо оставить дом отцовский уехать и жить в своем доме Сегодня у нас молодое поколение оно чуть-чуть все наоборот уезжает с дома родителей в 17-18 в американской культуре это очень популярно когда ты закончил high school, все, уезжай и все сразу стоят independent самостоятельные но они только самостоятельные до тех пор, пока поженятся и потом назад все к родителям едут когда мне было 24 года я женился, я жил с своими родителями все 24 года я был молодежным руководителем и у нас были американцы и они смеялись надо мной прикалывались всегда говорят, о, ты еще с родителями живешь у меня был свой дом, в котором я не жил я его в рент сдавал 600 баксов в месяц приходил я думаю, что мне там жить с родителями буду жить, за фри и это я с них прикалывался тоже я говорю, ну и что толку говорить что вы живете с родителями я говорю, у вас денег на бензин нет я говорю, я деньги сохраняю я говорю, вот женюсь у меня уже есть своя недвижимость и так далее я говорю, но вы женитесь вы будете ехать к родителям жить потому что у вас денег нет я говорю, в Библии нигде не написано что надо оставить отца и мать если ты не женишься я не живу по американской культуре я говорю, американская культура в этой эре сакс говорю, в Библии написано что надо оставить отца и мать только тогда когда ты имеешь человека которому приклеиться надо не тогда, когда тебе 30 или 25 а почему? потому что когда ты живешь с родителями твой характер, он формируется ты учишься, как смиряться ты учишься, как деньги сохранять потому что они тебе не позволят жить там задармом если ты ничего не делаешь со своими деньгами или будут тебе рент брать и что-то формируется и поэтому я жил с ними до 24 когда мне было 24 года мы женились и мы уехали с родителями и первый принцип это оставить но оставить я думаю, что имеет здесь глубше чем просто оставить отца и мать и не позволить маме или папе контролировать твой брак глубше здесь я хочу копнуть в том, что нам надо учиться оставлять вещи если мы хотим чтобы наш брак он был приоритетом чтобы другой человек почувствовал что это взаимоотношение является приоритетом надо оставить иногда некоторые хобби некоторые даже привычки некоторые друзей и некоторые даже служения например, для нас что является оставить то не давать Богу что принадлежит нашему браку в Библии Иисус обличал фарисеев когда они приходили и давали Богу некоторые вещи а они принадлежали ихним родителям Иисус обличал фарисеев и Он им говорил говорит, что не надо Богу приносить то что принадлежит вашим родителям Богу такая жертва не надо очень часто что мы делаем мы жертвуем нашим взаимоотношениям ради церкви или ради служения я за то что надо служить вместе надо делать все вместе но очень часто мы можем здесь служить и жертвовать нашим браком для меня оставить этот принцип поставить означает что я должен сбалансировать свое служение свою работу и не жертвовать этим ради моего взаимоотношения с Светой и не тащить всю работу домой а оставлять ее на работе из-за того что я в служении служение это не то что там 8 до 5 и ты выключил закрыл лэптап пошел домой и служение заканчивается служение оно за тобой идет ты пошел домой и оно твой адрес знает и когда Света пришла на став в этом году в прошлом году она тоже ее сильно это ну так раздражало сначала потому что когда она работала на государственной работе она там в 4-3 закончила пришла домой и все работа отключена а когда в церкви она приходит домой а ее босс ее муж он прямо там и он за ней стоит и это поэтому для нас оставить означает оставлять работу оставлять хобби какие-то оставлять некоторые вещи я прочитаю по-английски пару quotes может Света ты переведешь чуть-чуть смысл we cheat on our marriage with work and hobbies imagine life это CEO of Pepsi I think сказал imagine life as a game in which you're juggling some five balls in the air name them work family health friends and your spiritual life представьте себе жизнь как будто клоун дирижирует мячики пять мячиков одновременно кидает жонглирует you soon understand that work is like a rubber ball и работа она как резиновый мячик if you drop it it will bounce back если вы его уроните он как бы назад пойдет подпрыгнет но наш брак и наша семья это как шарик который сделан из стекла если вы его уроните он будет разбитый по маленьким кусочкам и никогда не будет тот же самый и он сказал так что когда вы пытаетесь найти баланс никогда не ставьте тот же приоритет на работу так же как и на брак я в церковь принес шарик стеклянный и резиновый шарик мячик и я делал это прямо перед людьми вот так вот пару раз и стеклянный упал но он не разбился и я еще выше начал кидать эти шарики это бывает когда мы жертвуем нашей семьей и нет никаких никаких проблем после этого мы начинаем это делать больше и что получается дальше что когда я этим глаз стеклянным мячиком кину дальше и он как шарахнулся разбился и это а тот который rubber one он всегда поднимется назад и мы должны всегда это помнить насчет работы насчет нашего бизнеса насчет насчет этих вещей что мы должны учиться вещи оставлять еще одно я прочитаю это the glass one вчера он упал тоже разбился это наверное уже там тоже был разбитый да это короче пример да когда глаз он падает он просто разбивается и это а когда rubber ball падает он поднимается назад работа всегда будет и это а семья это такие вещи что надо чтобы они не падали один президент индии сказал a person who stays late at the office is not hard working person instead he is a fool who does not know how to manage work within stipulated time человек который остается позже на работе в офисе не тот человек который работает больше всего и такой трудолюбивый но глупец потому что he doesn't know how to manage time within stipulated он не знает как проводить свое время которое ему было дано ну в рамках восьми часов he is insufficient and incompetent in his work ну короче он не ответственный своим временем и своей работой я хочу подлиться практическим что надо оставлять тоже надо учиться оставлять телефон это не твой adapted child и если он выключится после пяти вечера никто не умрет и в нас тоже практика есть что я телефон не заношу в нашу кровать он остается всегда на кухне ночью и вот буквально там сколько в восемь вечера телефон идет вниз и он не заходит в нашу комнату я поехал в Walmart купил такое за 3 доллара 4 доллара и в 4.45 аларм этот мне будет и телефон не является в нашей комнате а если кто-то например там умрет в нашей церкви и надо обязательно дозвониться они знают где я живу они ночью придут и постукают а дозвониться ночью ко мне никто не дозвонится почему потому что телефон он выключен и телефон он на кухне я не Бог я не везесущий и не всемогущий я не хочу чтобы ко мне всегда все могли дозвониться есть Дух Святой и я не являюсь Духом Святым второе что я тоже начал сделать это даже в моей молитвенной комнате что телефон с собой не приносить оставлять его в машине и просто iPad а у меня здесь только Библия есть больше ничего остального ни text messages ничего чтобы сегодня это является destruction date nights семья встречается вместе всегда мы на телефоне всегда мы решаем это и бизнес это и все проблемы это церковь это служение это все и мне кажется если бы Господь сегодня бы говорил нам Он сказал бы да оставить человек свой телефон Он сказал бы не отца и мать а Samsung и iPhone и прилепиться к своей жене многие из вас вы не можете прилепиться к своей жене потому что вы прилеплены к вашему телефону и надо сейчас new update который вышел на iPhone и там есть такой time короче time limit или что-то что выключает телефон после так часу если вы запрогномируете что вы можете только час провести на social media и дальше он просто вам ставит как блокирует тот app вы все равно конечно можете его открыть но говорит вам знать что вы уже свой лимит достигли я сильно рекомендую людям что если вы чувствуете что у вас в вашем браке есть проблемы проверьте сколько вы пребываете на телефоне это надо научиться оставить и конечно телевизор очень часто мы любим прилепиться к remote control или к телеку или к компьютеру потому что сейчас все смотрят телевизор уже на компьютере и это и надо учиться перед тем как мы прилепимся нам надо что-то оставить и Господь сказал в начале в бытии что надо оставить отца и мать может для тебя сегодня твой отец это телек а мама это телефон вот этих двух вещей надо научиться это не означает ты должен отречься оставить отца и мать это не означает что ты должен заблокировать их это просто означает что ты уже с ними не живешь и они твою жизнь не контролируют это означает что твоя жизнь не в телефоне и твой телефон тебя не контролирует если мы вместе кушаем как семя телефоны должны просто лежать в другом месте они не должны контролировать нас как и отец и мать когда мы женимся второй принцип это прилепиться к жене интересно что не говорится что жена должна прилепиться к мужу это это задание мужа прилепиться к жене когда мы свиданчили или когда мы И перед тем, как мы женились, то большинство из нас, мы, мужья, мы прилеплялись, мы искали, мы купляли там флауэрс, мы говорили ласковые слова, мы деньги находили, какие-то делали свидания, мы тянулись. Но из-за того, что у нас такая характеристика есть, что нам надо что-то достичь, и мы это достигли, и мы повесили это на стенку и пошли за другим достижением. И пошли дальше. Теперь надо в бизнесе получить прорыв, получить то и то, это достижение, и потом пошли дальше. То когда мы женимся, что получается, очень часто мы уже не прилепляемся, мы уже не ищем, мы уже не... Как другое слово for a cleaving? How do you say pursue in Russian? Преследовать. Преследовать, seems like... Чуть-чуть такое... Достигать. Мы уже не достигаем нашу супругу, мы уже не достигаем нашу жену, мы же ее достигли. Мы уже женились, сказали, что мы тебя любим на день свадьбы. Если что-то поменяется, мы, конечно, им скажем. А до того времени ничего не поменялось. Для чего здесь говорить I love you каждый день? Для чего достигать этого человека, если мы уже это достигли? Сейчас надо бизнес достигать, надо достигать дом строить, надо машины ладить, надо детей поднимать и так далее. Но проблема с женами, что если их не продолжать достигать, они не чувствуют любимыми. Я помню, когда мы женились, и Света начала просто мне такие вещи говорить, что вот я не чувствую, что ты меня любишь. Ну да, я так и сказал, я тебе сказал, когда мы женились, я не поменялся. Если что-то поменяется, я тебе дам знать. Говорю, ну сейчас все так само. И знаете, те чувства, которые я чувствовал, когда мы свиданчили, это было chemicals. Это была химия внутри. Это было, ну оно шло само. Я даже не старался. Это такие романтические мысли даже, идеи. Я перебразился внутри. Я такой, ну, я ее и там, и ласкавые слова говорил. Я посылал по 9 тысяч текст-месседжев в месяц. Emojis каждый день. И перед тем, как я вставал уже good morning, sweet heart. У меня и vocabulary было уже. И в то время. И это. Я такой straightforward. Я не sweet ничего, просто прямо всегда. А с ней я всегда был такой добрый, ласкавый и так далее. И она, конечно, почему она в меня влюбилась? Она думала, что она всю жизнь такое будет иметь. И когда мы женились, ну, я уже ее приобрел. Надо идти дальше, на служение поднимать. Ну, я же не могу всю жизнь бегать за ней. А в Библии говоришь, надо всю жизнь бегать. Всю жизнь достигать этого человека. И когда ты женишься, это автоматически не происходит. Это теперь является уже выбором твоей воли. Это уже начинает, получается, твой выбор. Ты должен уже выбирать это делать. И прилипляться. Рик Воррен сказал по-английски. Это очень классно звучит. Он говорит, If there will be more courting in our marriages, less of our marriages will be in courts. Если будет больше свиданий в наших браках, то меньше из наших браков будут в разводе. Проблема в том, что сегодня вся молодежь свиданчика. Они идут на свидания. Они идут на какие-то вечеринки. Они там выставляют фотки до тех пор, пока они не женятся. И когда они женятся, и ты видишь, что все это останавливается. Я за свидание только в браке. Мы должны показать для молодежи, что вы вот когда молодые, неженатые, все это сохраняйте для брака. В браке это исцеляет наш брак. А когда ты молодым и начинаешь это все продвигать, в грех можешь еще упасть. А когда в браке это продвигаешь, только в счастье упадешь. И для нас это в начале брака, когда мы женились, мы сделали так, что в четверг, каждый четверг вечер, что мы это посвящаем для друг друга. Что у нас нет человек, никаких собраний. Стараемся, ну никаких посещений, чтобы каждый четверг это было, мы идем на свидание. Понятно, что мы найти на свидание и близко не быть. Но мы все равно, мы сделали это как религию. Что каждый четверг у нас будет свидание. И в начале первых пару лет у нас, ну с финансами чуть-чуть было трудноватенько. И мы учились у Дэйв Рэмзи. Дэйв Рэмзи учит о том, что надо какие-то конвертики. В конвертики деньги ложить. И у нас было 100 долларов на месяц на свидание. Это значит 25 долларов на один раз. Ну, то мы на Оливгарден, конечно, часто ходили. И это, потому что там он один милл сплит. Знаете, порции большие. Я помню, в Винку ходил и покупал эти, тибэк, чай за 10 центов. Пакетики в карман с собой брал. Ну, горячую воду в Оливгардене просил. Потому что это за дармо. И сразу это, чайник свой Тедакен. Они его зачаржили. Да, я помню, один раз меня зачаржили за чай. А у меня только 25 баксов. Потому что мы старались так, чтобы 3 доллара на Ти поставить. Я говорю, ну, домой, я показываю. Этикет, говорю, сам взял. Ребят, Винку купил. Они говорят, ты не можешь сюда приносить. Я говорю, ну, ну, баджет. И это, но я пообещал Свете. Я говорю, Свет, не всегда будем так мучиться. Я говорю, будет время. Я говорю, ты можешь заказывать свой милл тоже. Я говорю, мы дойдем до этого момента. До сих пор не могу Оливгарден кушать. Этот Оливгарден я так отравил, что она уже не... Мы только в четверг. Я говорю, куда ты хочешь? Я говорю, только не в Оливгарден. А я люблю Оливгарден. У меня хорошее воспоминание там. Это же анным этот салат. Там шмон, я просто салат закупил и больше ничего не покупать. И это. Но одно, что я был, даже когда не было достаточно денег, может кто-то сказать, ну, мы не будем тратить деньги, выезжать. Я так тоже говорил Свете. Я говорю, Свет, не надо выезжать. Мы дома супчик сделаем, пельмени там все. Но для Светы это был такой большой дел, что она может одеться. И мы можем поехать вместе. Что это какой-то особенный вечер. И это. Из-за того, что она вот такой человек, и из-за того, что я должен пристраиваться к ней. Не она ко мне, потому что Оливгарден говорит, что я должен за ней бегать. Не она за мной должна бегать. То я решил, что давай будем делать раз в неделю. И потом раз в неделю мы стараемся тоже провести утро вместе, breakfast вместе делать. Или это дома, или это где-то в Старбаксе, где такой маленький такой breakfast. И раз в год на 7 дней уехать на какой-то vacation. И даже если нет денег, то на это сохранять деньги. И уже это было 7 лет, и мы 8 лет, и мы уже 8 лет этих таких ритуалов, можно сказать, или законов мы придерживаемся. И поэтому я всем бы рекомендовал, что это автоматически не станет в вашей жизни, что вы будете прилепляться. Особенно мужчины. Вы не прилепитесь автоматически, вы забудете об этом. Но если вы это сделаете как закон в вашем браке, раз в неделю, где-то ветер, чтобы это было для вас, и где-то какое-то утро, или субботу утром, или с воскресеньем утром, и раз в год на 7 дней, или на 10 дней уезжать. Это просто сделать как закон. Строите ли вы дом, есть ли у вас деньги, или нет. Это важно. И я для себя всегда так говорю, что это дешевле, чем развод. И все. Если вы скажете, что денег нет, намного дешевле, чем развод. Свети, добавь что-то к этому. Да вроде все сказал. Это важно. Я думаю, что тоже важно, что когда ставить такое, что раз в неделю мы будем делать что-то, что нам двоим нравится. Не только мы делаем, что мы ходим туда, куда и мне нравится, мы делаем только все, что мне нравится, но это не так. Пошли всегда. Это потому, что ты многое не любишь, поэтому. То просто надо выбирать вещи, которые двое наслаждаются. Если нет таких совместных вещей, то значит один раз мы идем туда, куда тебе нравится, другой раз туда, куда тебе нравится. И как бы вот так вот. И это что делает, это возбуждает чувство этой любви, которая была перед тем, как мы женились. Потому что это любовь теперь. Знаете, любовь в браке это как фаерплейс. Туда ложишь деревья и появляется огонь. Любовь перед браком это то, что ты бензин налил много, оно быстро, бурф, ну там, сколько, пять минут и все утихло. Поэтому, когда мы ложим эти дрова, эти свидания, эти общения, проведенные вместе, появляется этот огонь, появляется эта теплота, появляется это понимание. В Библии даже написано, что Господь обличил одну церковь, Он говорит, что ты потерял свою первую любовь. И что Бог сказал? Он сказал, что покайся, говорит, вспомни, как это было раньше, покайся и делай прежде дела. Вот так само и надо сделать в браке. Надо вспомнить, как было раньше. Сразу надо покаяться. И покаяться, это не плакать, а покаяться, это изменить свою мышление. Сказать, ну все, поменяем. и начинать делать первые дела. То, что делали раньше, это делать надо больше, потому что вы сейчас уже женаты, ограничений нету, можно идти дальше, и надо делать больше. Мне нравится местописание Бытие, 26 глава, 8 стих. Я не знаю, как написано в русском, но в английском написано, что когда царь Петербург Семлинский увидел, что Исаак, который сказал, что Ребекка, это не была его жена, это была его сестра, и он через окно увидел, как Исаак, он, в английском написано, что flirted, он только заигрывал, он как будто игрался, он своей женой, это старый завет, это уже был взрослый мужчина, но он своей женой поводился, как будто они свиданчили, как будто они еще не были женаты, и он подошел к Исааку, точно жена не твоя сестра. Значит, он не просто говорил, ну ты сестра возлюбленная в Господе. Он ей такое не говорил, там что-то такое делал, что царь Петербург Семлинский понял, что она не твоя сестра, там что-то между вами творится. И они уже были женаты, они уже не были женаты только один год, и поэтому это означает для нас, что мы, как дети Авраама, мы должны тоже, как мужчины, эта ответственность лежит на мужчинах. Потому что женщина так, если ее любишь, она назад тебе тоже принесет то, что уважение и благословение, а если ты ее не любишь, ну, спать будешь на этой, на кауче. Итак, окей, у нас осталось 3 минутки. Мы последнее, мы коснемся в конфликтах, потому что, первое, мы подчеркнули то, что есть фундамент нашего взаимоотношения, это наши внутренние проблемы, бороться с этим, побеждать, если кто-то борется в этом, надо помогать. Мы знаем, что если, например, есть изменения или какие-то там зависимости к наркомании и так далее, это уже более серьезные вещи, это уже надо, ну, искать помощи, может, и репцентр, может, пастырей, других служителей, чтобы они помогали. Я говорю за вещи, которые, какие-то там, ну, эмоциональные проблемы, которые, мы должны помогать другому человеку и любить их, и стараться их не изменять, а пусть Дух Святой работает над ними. И второе, что мы подметили, что надо оставить вещи, и оставить отца и мать, это означает телевизор и телефон, и прилепиться, это означает искать и достигать этого человека, продолжать достигать этого человека и не останавливаться при этом. Я хочу, чтобы мы сейчас, вот, две минутки у нас осталось, давайте мы сейчас помолимся, давайте мы встанем. Я хочу помолиться сейчас специфически за людей, которые через... Просто где-то сильная борьба, это влияет на ваш брак, может, это ночные какие-то атаки, ночью, может, это что-то произошло в вашем прошлом, и может, вы уже ищете помощи, за вас молятся и так далее. Мы хотим просто добавить до этого процесса нашу молитву вместе с вами тоже. Просто благословить, чтобы Дух Святой, Он взял в контроль в этой ситуации. А если ты супруг в этом браке, и ты видишь эту битву, я хочу, чтобы сегодня то, что ты услышал или услышала, чтобы это послужило тебе ободрением, чтобы ты не давил, не выжимал, не начинал, чтобы ты расслабился и успокоился, и позволил Духу Святому делать свою работу над тобой и над другим человеком. Светик, давай ты помолимся, и потом я закончу. Дорогой Дух Святой, мы просим тебя сейчас, если сейчас в этом зале находятся какие-то люди, которые приходят и принесли в свой брак багаж с прошлого, эмоциональной разбитости или какое-то отвержение или одиночество, которое начинает просто мешать и влиять на брак, я прошу тебя, чтобы ты просто разбил это, чтобы ты исцелил сердца на этом месте. Дух Святой, я прошу тебя, чтобы ты принес облегчение этим людям сейчас, чтобы ты открыл и принес свой свет в их душу, Дух Святой. Я прошу тебя, чтобы всякая разбитость, она просто была, просто была заглажена тобой, Дух Святой. Я прошу тебя прямо сейчас за этих людей, за ихний разум, чтобы не было никакого конфьюжен in their minds, Бог, that you would bring that healing into their soul in a mighty name of Jesus Christ. Father, we just pray in Jesus' name every rejection, every loneliness or anything that's maybe demonic, that's attacking their mind right now. I just pray right now that they will find encouragement, God, Father, that this is not going to be like this all the time, God, that there is a freedom, there is a light at the end of the tunnel and there is a change that is coming, God, we just speak life over their mind, we speak life over their soul, we speak life, Father, even maybe those that are facing battles with their kids and it's affecting them, it's destroying their mind right now. We just speak peace, we speak the helmet of salvation to cover them, Father. I pray for the other spouse that maybe is tired of dealing with this, God, I pray that right now the Holy Spirit that they will yield to you, that you will take control, Holy Spirit, that we will just take the back seat and that we will, God, allow you to work in us, God, to produce the fruit, God, not the works of the flesh but the fruit of the Spirit, God. We ask that you will help us to leave our phones, we ask that you will help us to leave maybe our parents who dominate and control our relationship, God, and to put them, Father, in the right place which is to put them beside us as our counselors and as our friends, not as our dictators, God. We pray in Jesus' name that you will revive within every man a desire to continue to pursue his wife in dating her, God, in speaking kind toward her, God, in spending time, God, in buying gifts, God, in doing things, Father, that will make her feel loved and doing things, God, that we did in the beginning before we got married that helped us to fall in love, God. We pray all of this in the precious name of Jesus Christ and God, as we're gonna talk in the third thing later, God, on how to become, how to resolve our differences, we pray that your grace will be with us. In Jesus' name we pray. And all of us say Amen.